спектров дейтронных, ну, можно даже без картинок, но хорошо видно, что она наливается, как правило, в два широких, но все-таки пика, означающая, по-видимому, что хоть один дейтрон или тот, или другой развалился, но все-таки протон с нейтроном в виртуальном связанном состоянии существует. Вот я и спрашиваю, какого процента? Потому что пики все-таки выделяются. В любом другом случае, трех частичках был бы непрерывный спектр. Да, да. Нет, не трех частичках, а при развале дейтрона все равно, какого мы приимали. А вот если четырех частичную реакцию мы рассматривали, вот тогда мы там были непрерывные спектры. Здесь тоже дейтрон, протон, нейтрон. Три частицы. Три частицы уже теперь должны быть непрерывными. Да. Но вот они имеются пики. Значит, все-таки протон с нейтроном какое-то время, но существует в виртуальном связанном состоянии. Так, будьте добры еще один. Это очень интересно, потому что отсюда можно приводить о какой-то причине. Еще следующий, еще следующий. Нуклон-уклонное взаимодействие. Это так. Нуклон-уклонное взаимодействие, которое вы учитываете, оно учитывает взаимодействие в конечном состоянии. Там специально член, функция взята так, что она учитывает взаимодействие. Это еще один, да? Еще один, еще один. Нет, нет, за этим, за этим. Вот, да. Да, да, вот другие подходы. Ну, еще, 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 еще. Еще. Вот, смотрите, мы здесь учитываем взаимодействие в конечном состоянии. Мы можем, ну, вы мне тогда, посмотреть и согласовать по эту общую примену. Ну, почему это не делаем? Потому что, ну, не совсем корректно это делать. Нам надо дополнительные данные, чтобы вот это вот эти эксперименты. И еще следующее, пожалуйста. Да. Здесь тоже, видите, при увеличении энергии, вроде взаимодействия в конечном состоянии, в конечном состоянии, оно, вроде, существенно, вроде и здесь оно существенно, но какой вклад нам нужен просто так. Вот, конечно, задача. Казалось бы, надо тащить вклад этого взаимодействия, рассматривая его по реакции. Поэтому, что физически-то наиболее важно или нет? Как я слыхала сейчас, у вас приблизительно такая ситуация, а у нас тоже. Когда время дадут? И модернизируют ли еще? Пожалуйста. Замужное замечание. Но все-таки я полностью согласна, что непрерывный спектр здесь должен быть. Но мне кажется, что вот при таких относительно малых углах, которые вы рассматриваете, может быть, он не очень высокий. А подложка там должна быть. И может быть, если вы его учтете, вот даже в ваших процедах, то у вас попадет расхождение в середине, и задний максимум, который у вас тоже выше эксперимента, может быть, сядет по-другому. Там же интерференция должна быть. Там интересная картина как раз. С увеличением угла максимум еще лучше. Хорошо, но мы просто рассматривали сейчас простой вот Гаусс. Нет, но как не рассматриваем, все равно. Чтобы не разваливалось начальный или конечный ветров, все равно правильно было сказано, в конце 3-4. А раз 3-4, мы будем рассмотреть. Да, наверное, я тоже согласна. Мы согласны. Спасибо. Спасибо.